Всем привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию такой вот маленький компактный ноутбук от Samsung. Достаточно интересная модель. Это Samsung Flash. Модель уже достаточно не новая, то есть она прошлого года. Чем она интересна? Во-первых, это компактный ноутбук, достаточно дешевый. Это бюджетная модель, но в ней есть для бюджетной модели очень много чего интересного. Начнем по порядку. Во-первых, это такой вот интересный дизайн. Немножко необычный, но самое необычное здесь кроется внутри. То есть, когда мы открываем ноутбук, у нас вот такая вот необычная в нем клавиатура в стиле как печатная машинка. То есть, ну, клавиши очень приятные. Даже кликают как в печатной машинке. То есть, ну, он как бы так и был сделан, то есть в плане как под старый такой дизайн. Так, что у нас дальше внутри? То есть, за его цену уже в комплект входит установленная Windows 10, то есть лицензия на нем есть. Вот. Это тоже касается, что плюс. В основном такие модели за таком ценовом диапазоне, с такими параметрами идут либо с Chrome OS, либо вообще без OS. То есть, в принципе, за эти деньги это очень достаточно неплохой вариант. То есть, у него есть датчик отпечатка пальцев. Ну, такой вот тачпад неплохой. Вот. Хорошая матрица. Матрица здесь EPS 13,3 дюйма. То есть, в принципе, за эти деньги это очень, в принципе, неплохой вариант. Так, что еще? Процессор. Здесь всего два варианта на выбор. Либо это Celeron, либо Pentium. Тоже такие N-серии 3000. То есть, ну, в принципе, для работы вполне достаточно этого процессора. Вот. Ну, в плане, конечно, оперативной памяти. Здесь всего идет 4 гигабайта. И те распаяны. То есть, добавить не получится. Вот. И, как бы, я считаю, что на данный момент даже для интернет-серфинга или там для каких-то домашних целей, может быть, и подойдет. Но на будущее хотелось бы, конечно, иметь возможность либо расширить, чтобы было хотя бы 8 поставить, хотя бы один слот, чтобы был для добавления. Вот. Либо, чтобы сразу было по умолчанию хотя бы 8. Но производитель данной возможности не предоставляет. Также не предоставляет возможности и расширения объема памяти. Память здесь всего 64 гигабайта. И она тоже распаянная. Вот. И это тоже, конечно, все-таки минус. Потому что, ну, на данный момент, что такое 64 гигабайта? Конечно, можно решить проблему. Здесь есть у нас слот под microSD-карту. Можно, конечно, добавить там и на 128, и на 256. Вот. Ну, как бы эта проблема решаем. Вот. Но в плане оперативной памяти тут уже, конечно, ничего не сделаешь. Вот. Ну, сразу пройдемся по портам. То есть у нас, получается, с правой стороны у нас идет слот под microSD-карточку. Слот для наушников с микрофоном. Также у нас здесь USB-порт стандартный. Так. С левой стороны у нас идет разъем для питания. HDMI. И USB 3.0. И еще USB Type-C. То есть, в принципе, набор портов вполне себе достаточный для данной модели, для данных размеров. То есть есть и подключить внешний дисплей, и какие-то девайсы подключить. То есть все современные можно подключить. Так что вот такая вот модель. Зарядка в комплекте идет вот такая вот маленькая. На 45 Ватт всего. Ну, в принципе, для него больше и не надо. То есть она компактная. Можно положить с собой в сумку, куда угодно она влезет. И не займет много места. Она очень легкая. В принципе, вот такая вот интересная модель. Для тех, кому нужны просто какие-то легкие задачи, не требующие большой производительности. Ну, и, конечно, все-таки и без какого-то задела на будущее. То есть пользоваться здесь и сейчас, как говорится. Ну, а так в целом, за его деньги это вполне себе достойная модель. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся. Будет еще много чего интересного. Спасибо. Спасибо.